О, дурной запах, господа, никто не считает это привлекательным. В сегодняшнем видео 10 советов, как избавиться от неприятного запаха. Первый совет – это пить больше воды, друзья. Разве это не просто? Дурной запах часто случается, потому что пересыхает во рту. Это провоцирует бактерии, которые питаются остатками еды у вас во рту. Когда они ее поедают, то выделяют запахи. И если не прервать этот процесс, выпив воды или любой другой шидкости, то запах будет продолжать исходить изо рта. А нам нужно от этого избавиться. Совет номер два – пожуйте жвачку без сахара 20 минут, а не мятную конфету. Жуя жвачку, мы обманываем свой организм и мозг, будто мы осуществляем прием пищи. А когда мы едим, то у нас выделяется больше слюны, запускается процесс пищеварения. Так что слюна, которая выделяется, она смывает все эти бактерии. Так что 20 минут вполне достаточно для того, чтобы успеть очистить полость рта. Почему мятные конфеты не подойдут? Конфета, она просто покрывает слоем всю полость рта. Может, два-три раза укусите, но обычно просто рассасывается. При этом не выделяется больше слюны. Жвачка же наоборот, помогает выделять слюну. Третий совет, как избавиться от запаха во рту – тщательно чистите зубы. Звучит все просто. Вы и так чистите зубы, ведь так? Но правильно ли вы это делаете? Давайте поговорим о технике. Водите ли вы щеткой по кругу? Если нет, а водите вперед-назад, то вы только вредите зубам, портите ваши десна. Если ничего такого нет, то со временем это по-любому проявится. Я рекомендую инвестировать в электрощетку. Большой плюс такой щетки – это то, что она оснащена таймером на 2 минуты, а зубы необходимо чистить минимум 2 минуты. Я готов поспорить, что большинство из вас не чистит зубы 2 минуты. Четвертый совет – чистите язык. Да, ваш язык – это центр, где живет и развивается бактерия. Бактерия кушает пищу и выделяет этот дурной запах. Особенно тому корня. Купите щетку для языка, и вы удивитесь тому, сколько грязи слазит с языка. Совет номер 5 – чистите зубы нитью. У моего дантиста есть постер, на нем написано – вам надо только чистить зубы нитью. Я с этим полностью согласен. Но как это связано с дурным запахом? Перед тем, как начинают развиваться болезни десен и прочее, вначале там скапливается еда, которая стимулирует рост и развитие бактерий. Не верите? Попробуйте почистить зубы нитью, а потом понюхайте ее. Вам это точно не понравится. Запах будет отвратительный. Шестой совет – пользуйтесь ополаскивателем для рта. Он убивает 99% бактерий во рту. Да, остается маленький процент бактерий, которые отрастет обратно. Но у вас будет час, а то и два часа, в течение которых все будет хорошо, потому что вы уничтожили большую часть бактерий. Следующий совет – он связан со временем. Правильный тайминг – это все. Чистка зубов, чистка языка, применять зубную нить, использовать ополаскиватель. Все это надо делать в правильное время. Вы проснулись, сначала позавтракаете и будете заниматься чисткой. Но бывают ситуации, когда не все так очевидно. Например, вы летите 4 часа, и вы вздремнули, но вас ожидает бизнес-встреча. Лучше сначала позаботьтесь о своем дыхании. Потому что вы поспали несколько часов, вы чувствуете себя обновленным, но вы не выделяли слюну, и, скорее всего, изо рта будет плохо пахнуть. Далее обратите внимание на ваше питание. Ну, думаю, что все знают, что чеснок, лук, кофе, когда вы это все кушаете и пьете, то ваше дыхание портится практически моментально. Да, есть еда и напитки, которые наоборот борются с плохим дыханием. Например, корица. Ее можно просто пожевать или добавить в еду. У нее есть качество. Она борется с бактериями во рту. Зеленый чай, он тоже обладает способностью уничтожать бактерии и таким образом освежает дыхание. Сочные фрукты и овощи тоже отлично справляются со свежестью дыхания. Яблоки, сельдерей, морковь. Они отлично работают не только, когда мы их жуем. И выделяется больше слюны, но и плотная структура также помогает очищать рот от бактерий. Предположим, что вы навстречу и заказываете выпить. У вас есть опции на выбор. Это пиво или вино, но вы переживаете о запахе изо рта. Тогда берите вино. Исследования показали, что умеренное потребление вина помогает бороться с развитием бактерий во рту. Совет номер 9. Следите за здоровьем ваших десен. Я уже говорил о чистке при помощи нити. Еда застревает под деснами, и если не следить за этим, не посещать зубного врача, то это все может перерасти в болезни десен. И десна, которые отпали, они никогда не восстанавливаются. Да, какая-то ткань вырастет, но это не десна. Следующий совет о том, как сохранить свежесть дыхания, очевидный. Прекратите курить табак. Ребята, бросайте курить. Если вы курите, то постарайтесь избавиться от этой привычки. Я хочу, чтобы вы были здоровы. Я хочу, чтобы вы смотрели мои видео, и через сотню лет... Прекращайте курить. Это очень вредно для здоровья. Итак, друзья, если ничего из этого вам не помогает, и у вас по-прежнему плохо пахнет изо рта, то, скорее всего, у вас холитос. Это очень плохая бактерия на самом корне вашего языка. Да, такое тоже случается, поэтому сделайте визит вашему врачу. Теперь ваша очередь, друзья. Я хочу услышать в комментариях, что я пропустил, что можно добавить. Я знаю, что вы находитесь по всему миру. Так что делитесь тем, как сохранять свежее дыхание и избавляться от дурного запаха. Если вам пригодилась эта информация, то делитесь этим видео с друзьями и ставьте лайки. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok